Когда я первый раз пришел на тренировку и залез на вышку, специально пошел на десятки посмотреть, я в метре к вышке подошел, посмотрел и кричу, Женя, Лена, заводи машину, мы больше сюда не приедем. Ты готов? Ну, я так думаю, что он парень спортивный, но что он сможет сделать в нашем виде спорта, посмотрим. Для меня это вообще было нереально что-то. Я всегда жаловался и тренерам, и судьям на то, что мне тяжело держать ноги. Мне нравятся кривые ноги у мужчины. Штанги мне всегда помогали, но здесь это оказалось, здесь это не талант. Все, что я делаю, я делаю на эмоциях, на кураже, на драйве. И получилось, и в принципе, эти семь с половиной, которые я сегодня прыгнул, простимулировали меня на то, чтобы на соревнованиях заявить с десяткой. Как ты считаешь, кто самый сильный из команды конкурентов? Ну, я бы выделил Влада Демина и Митя Фомина. Митя Фомин меня сегодня просто потряс этим прыжком, я его очень ждал, потому что на предыдущей программе я его сделал, плохо сделал, упал на спину. И я знаю, что это за прыжок, и я очень ждал его, и рад за него, что у него получилось. Он молодец. Скажи, пожалуйста, а твоя супруга дает тебе какие-то наставления перед спортивными состязаниями? Ну, в частности, перед нашими, конечно. Она знает, что в любом деле я пытаюсь получить удовольствие от того, чем я занимаюсь. И поэтому она говорит, ну, коль уж ты пошел на это дело, опасное дело, но хотя бы получи удовольствие, я не говорю уже о том, чтобы останется живой и здоровой. Ну что ж, мы вместе с твоей супругой болеем за тебя. Спасибо. И желаем тебе не подвести свою команду. Спасибо. Ох, нервы. Козел под себя с вышки 10 метров будет прыгать Клоков. Коэффициент 3,9 – высокий коэффициент. Он уже пробовал прыгать с десятки, не очень хорошо получалось. Как выглядит сейчас? Чем ближе финал, тем больше горят нервы. А Дима иногда по 3 килограмма за ночь терял перед соревнованиями. Ох, как он сбрасывает руки, как штангист перед подходом к штанге. Вот туда, наверх. Наверх. Голову. И ногами одними, а руки держать. Вот там вот держать. Тихонечко, тихонечко. Вроде бы не очень сложный прыжок, но точно истребуется. Надо поймать момент открытия после группировки. И ноги вытянуть. Вытянуть ноги, ноги! Яй-яй-яй! Голова подцела. Сколько мы! Голова подцела. Вот знаем мы, это за Дмитрием. Дим, живой? Сказала, ну тяни ноги! Ну тяни ноги, сказала, ноги тяни. Рай, разве до него дойдет, когда он первый раз в жизни это делает? Ах, ноги-ноги. У Дмитрия, это Клоков, могучие ноги штангиста. И он говорит, ну что мне с ними делать? Хоть прямо их на ночь изолентой заматывать. Потому что все время не так себя во время прыжка ведут. Слишком мощные, слишком тяжелые. Но... Теперь уж дело сделано. Дмитрий Клоков! И прыжок, который назывался «Козел под себя». Дим выдохнул. Хотел воду испугать. Так, о-о-о-о! Грозный наверху стоял. Так обычно перед штангой собираешься. Да, так точно. Это мой коронный крик в штанге. Здесь он не помогает пока. Надеюсь, что все еще впереди. Ну, по-моему, получилось все, нет? Но это, к сожалению, только мнение зрителей.